здравствуйте дорогие мои друзья знаете интернет полон различных ритуалов на удачу на благосостояние на то чтобы там привлечь свою жизнь замечательного там жениха или невесту чтобы вернуть какую-то дрянь погубить врагов столько этого всего там сделайте это сделайте то создать дайте откуп там отнесите куда-нибудь там 6 монет агарочек свечи замечательно то есть этого этого очень много ну и люди думают а чего вот все как говорится для нас все значит бесплатно мы научимся колдовать и люди начинают люди начинают потому что ну как бы почему бы нет и всегда я вам говорю повышайте свой уровень энергетики они против ритуалов я не очень люблю ритуальную магию эти там зеркала свечи я все их понимаю но на самом деле понимаете работает ваше намерение и энергия ритуалы только суть настройки но дело в том что делая что-то формально не не вдумываясь в это как бы и беря беря как чужое вот что-то берете думаете ну вроде так такой человек сказал значит надо так сделать вот надо так сделать и все сразу деньжата поедет сразу там как говорится как в сказке морозка ну-ка давай там старый мне жениха и приданого побольше да вот вы как хотите сразу это хапнуть плохого это нет это все равно опыт но часто бывает что знаете может можете притянуть в свою жизнь каких-то духов вот там даете какой-то откуп кому даете чего а по вашим следам откуда-нибудь там придет ну мертвый дух или дух того места и заселится в вашем доме и начнет говорится крепко питаться вашей энергией потому что основа паразитизм вы даете эту ниточку сами а подчас потом не закрываете открываете какие-то вот порталы какие-то эти и не закрываете поработали с зеркалом зеркало начинает фонить и в ваш дом приходят какие-то сущности которых вы вроде как не замечаете а наоборот и здоровье стали хуже потому что они начинают питаться вами вашими близкими вплоть до этого такие ситуации встречаются достаточно часто но сегодня хорошая чувствительная женщина а вот ритуал создала какую-то откуп принесла после этого в ее доме поселился некая сущность которая как говорится и из нее и из мужа ее ну тянет энергию и все его никак не выглядишь и он там ему и и мужа и вплоть до я бы сказал таких домогательств непристойных этой женщины но это с помощью с помощью вытягивать энергию то есть представляете насколько это избавиться как вы избавитесь да там святой водой там молитвы мантры против злых духов не всегда это помогает то есть уже знаете при пригласив свой дом какого-то жильца выселить его уже сложнее то есть он уже привык к вашей энергии он уже питается вы его там говорится двери а он в окно сказать я как как же я здесь где же я харчеваться то буду мне здесь у вас нравится хорошая хозяйка хороший хозяин у тебя и женской энергии мужская вам и как стрекоза знаете и под каждым ей кустом был готов и стол и дом это по моему басни крылова стрекоза и муравей то есть эти духи очень прилипчивые привязчивые и часто мы их сами при этом вот своими действиями ну мне несколько может быть неразумными необдуманной приглашаем свою свою жизнь что же как с этим бороться когда вы уже к вам эта беда пришла открыли порталы нагнали себе тут нечисти домой надо становиться хозяином хозяйки своего тела не только физического но энергетического становиться хозяйки пространства для этого ну чистить энергодыхание хорошая методика как бы прочищаете себя пространство кодируете его смотрите по своему телу подключения потому что эти существа они при прицепляются оставляют метки на центре здоровья на центре удачи какие-то вот эти нити как как вот корни чтобы вытягивать из вас эту энергию все это начинает присутствовать то есть если вы ритуал провели как бы неосознанно что-то сделали какие-то слова произнесли заклинания все но чтобы выгнать вам надо уже начать ощущать свою энергетику понять ага вот здесь у меня там центр здоровья пятно такое на красном солнце темное пятно что надо вызвать сначала ощутить понять что это не ваша что это чужеродная вызвать хозяина вернуть ему это если он еще ходит заблокировать его вышибите своего дома энергодыханием прочистить вложить намерение что это ваша земля ваша территория вы запрещаете любым духом здесь находиться то есть в принципе достаточно просто но в то же время и сложно для этого надо поверить свою силу своей души не просто чужие ритуалы а сила вашей души вот что важно поэтому друзья мои а таких случаев очень много вот какими-то своими действиями а тем более привлекая в свою жизнь чужую магию я не против ритуалов но делать все разумно если что-то не видите не чувствуете или после этого начинает происходить какой-то негатив понимаете страшного нету но это дает вам стимул чтобы стать хозяином своей своей своего пространства потому что эти духи могут быть очень назойливыми очень назойливыми и реально влиять и на здоровье и на удачу и на взаимоотношения семьи потому что они питаются болью ссорами раздорами то есть они начинают вот через эти свои подключения вносить какие-то вот дают паразитарную программу и у вас начинаются какие-то проблемы с близкими людьми с родственниками с детьми болезни и вы вас на прям начинает штормить вы одно сделали другое рушится начинает в доме там ломаться техника происходить какие-то события теряться вещи то есть эти духи они и главное насытить их невозможно сказать что да там поставлю тебе вот это как бы домовой нет это не домовой блюдечко с молоком не нужно ваша блюдечко нужно все ваша удача ваше здоровье ваше счастье поэтому осторожней и верьте в свою душу и будьте так сказать осознанней развивайтесь становитесь хозяином то есть дверь ты в свою квартиру запираете чтобы какие-то шаромаги не пришли а вот энергетически вы не являетесь хозяином может быть своего дома и своего тела хитом ночами вам может быть как говорится приходить разные духи и тут тоже это все друзья мои счастливо занимайтесь пока